Всем привет! Совсем недавно мне понадобился мощный шим-регулятор. Начались поиски и проверки разных схем. В итоге остановился на данном варианте. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! У меня на канале уже были ролики про шим-регуляторы. Но на момент их создания я не особо разбирался в схемотехнике. Да и не было оборудования, чтобы полностью протестировать устройство. Теперь же у меня появился осциллограф, и я смог увидеть свои косяки. Давайте разберемся в ошибках, чтобы в дальнейшем их не допускать. Самая важная ошибка – это непонимание принципа работы полевого транзистора. Те, кто не первый год занимается электроникой, знают, что для открытия полевика нужно не только напряжение, но и некий ток. Это же касается и закрытия. Если этого тока недостаточно, то транзистор будет медленнее открываться, и следовательно, сильнее греться. Нагрев мосфета в ключевом режиме появляется именно в моменты переключения. И чем быстрее мы будем коммутировать транзистор, тем меньше он будет нагреваться. Когда я был новичком, я этого не знал. И поэтому в некоторых схемах силовой транзистор грелся как утюг. На тот момент мне было непонятно, почему так происходит. Думаю, все, кто искал схему шим-регулятора, натыкались на вариант с микросхемой NE555 и кучей транзисторов. Но стоит заглянуть в ее даташит, и мы увидим максимальный выходной ток в 200 мА. Этого тока явно недостаточно для корректной работы устройства. Как же тогда собрать отличный шим-регулятор и уменьшить его нагрев? Все очень просто. Необходимо на выход управляющей микросхемы поставить драйвер, который сможет обеспечить достаточный ток для открытия и закрытия мосфетов. На осциллограммах четко видно, как переключается транзистор без драйвера и когда он есть. Тут даже невооруженным взглядом можно увидеть преимущество драйвера. Предлагаю взглянуть на схему устройства. Как видим, в качестве задающей микросхемы применил TL494. Почему именно ее? Да потому, что она очень популярна и легка в настройке. Я также пробовал собирать шим на UC3843, но там есть свои особенности, которые затрудняют сборку. Делал и на 555-й, но больше всего приглянулось именно 494-я. В нее можно без особых проблем добавить ограничитель тока, но это уже будете делать под ваши нужды. Теперь пару слов про работу схемы. TL494 генерирует прямоугольные импульсы, частота которых задается с помощью вот этого конденсатора и резистора. Потом эти импульсы усиливаются драйвером и поступают на затворы транзисторов. У каждого транзистора на затворе свой резистор. Это сделано с целью убрать звон при закрытии. Так как это полевые транзисторы, то при параллельном включении им не нужны только ограничивающие резисторы, что повышает КПД схемы. Также на схеме можем видеть два входных напряжения. Это сделано с целью расширения пределов работы самого шим-регулятора. Если входное напряжение находится в районе 13,30 В, то можно установить перемычку и питать схему одним напряжением. Также нужно сказать пару слов про транзисторы. RFZ44N рассчитан на напряжение 50 В. Если вам нужно управлять более высоким напряжением, то необходимо заменить транзисторы под ваши параметры. К примеру, RF540 рассчитаны уже на напряжение 100 В. Со схемой закончили. Рассмотрим печатную плату. Тут в глаза бросаются силовые дорожки. Они не очень большие, но все компенсируется после сборки устройства. Их придется пропаять медным проводом для повышения токопроводимости. Это будет лучшим решением, так как делать саму дорожку еще больше нету смысла. Она имеет маленькое сечение и не сможет провести большой ток. С платой тоже разобрались. Теперь небольшая рекламка. Спонсором выпуска является китайская компания PCBWay. Это компания по производству печатных плат. И в период новогодних праздников у них проходит акция. И вы можете получить много скидочных купонов на заказ плат. Все ссылки найдете в описании под роликом. Собираем плату. Это не составит трудностей. Деталей немного и сложность минимальная. С обратной стороны пропаялись силовые дорожки. Теперь необходимо установить транзисторы на радиатор. Вы же не думаете, что мы полностью избавились от нагрева. При установке можно не использовать изолирующие подложки, так как транзисторы включены параллельно. С таким радиатором можно коммутировать токи до 20 А. При больших токах требуется больший радиатор. Ну и в конце можно производить тесты. Подаем напряжение на схему. У меня оно 28 Вольт. И производим включение. Для начала подключаю две лампы накаливания на 100 Вт 36 Вольт. Но это такое, детский сад. Схема справляется на раз-два. Теперь можно взять нагрузку помощнее. К примеру, вот такую нехромовую спираль. Как видим, ток идет довольно-таки большой. Но схема держится молодцом. Саму плату я собирал одному человеку для мощного двигателя постоянного тока. Пока жалоб не было. Поэтому могу смело советовать ее вам. Ну и на этом ролик подходит к концу. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok